Начались мероприятия на площади Свободы. Цветы и венки к монументу возложили представители городской вертикали власти и предприятия, ветераны, депутаты и молодежь. Это место имеет особое значение для города над Бугом. Именно здесь благодарные потомки поклоняются подвигу победителей. Хотя Брест был освобожден немного позже столицы, в конце июля 44-го, в День независимости, здесь всегда проходит митинг-реквием. Хоть и погода нас не балует, но мы, ветераны, все равно в этот день всегда приходим вот на это место. Потом мы пойдем в крепость, вероятно, возложим там цветы, но этот день, День освобождения для нас святое. Мемориал «Брестская крепость-герой» – символ мужества. Ежегодно в главный государственный праздник страны сюда приходят тысячи человек. В длинной колонии плечом к плечу участники памятного мероприятия прошли к вечному огню и сегодня, чтобы поклониться стойкости, силе, духа, храбрости и самоотверженности солдат Великой Победы. Мы отмечаем фактически двойной праздник – День независимости и вместе с тем вспоминаем тех защитников и освободителей, которые освободили нашу землю от немецко-фрешетских захватчиков. Пожелать хотелось бы, чтобы мы помнили этот день всегда и то, что наше государство является независимым, оно было и будет дальнейшим независимым государством. Ну и, конечно, вспоминать тех, кто отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. Испытания и трудности, ранения и болезни не смогли остановить советских солдат, не помешали отстоять Родину. И этот настрой и сопротивляемость к жизненным невзгодам они пронесли через всю жизнь. Наверное, поэтому и сегодня, несмотря на почтенные года, ветераны вместе со всеми в едином строю. Настоящий фронтовик должен отдавать, потому что пуля не берет два человека одного. Если бы не он, то был бы я там на том месте. И мы должны обязательно ходить, мы будем грешны. Я так придумал, может быть, если бы сказали так, пришли у него туда, сказали так, вы 70 лет уже прожили, поменяемся. Вы будете там, а мы здесь. И мы будем уносить каждый день по три цветка. Никто не пошел бы. Так что мы должны ходить всегда на такие торжества, дождь не дождь, кланяться и говорить вечно вам память, вечно покой. В Беларуси есть хорошая традиция в дни государственных праздников вводить в строй новые значимые объекты. День независимости 2018 года в городе над Бугом отмечен открытием молодежного патриотического центра. Он расположен в крепости на базе бывшего штаба 125-го стрелкового полка. Проект его создания был поддержан в 2015 году президентом Беларуси Александром Лукашенко. Центр должен стать местом притяжения и патриотического воспитания молодежи Брещины и не только. Много средств было вложено из областного, городского бюджета. Средства, которые были на республиканском субботнике, заработанные в Брестской области, они также направлялись. И около двух миллионов рублей вложено в этот проект. Но самое главное, что он находится на территории Брестской крепости в штабе 125-го стрелкового полка, который во время Великой Отечественной войны проявлял массовый героизм воины этого полка. И поэтому те традиции, которые были заложены давно еще, они должны сохраняться. А молодежь, на примере, находясь на территории Брестской крепости, будет, конечно, заниматься, прежде всего, изучать историю, военное дело. Реставрация здания началась в 2014-м. Основные работы провели специалисты предприятия «Брестжилстрой». Пришлось очень ответственно не только строить, но и настроить людей, чтобы бережно, с душой доброты относились к каждому квадратному метру. Вручную очистили каждый кирпичик. Все окна запроектированы с учетом тех времен, когда это здание существовало. Мы сделали все, мы делали так, как делали когда-то бойцы на этой священной земле. Свой вклад в общее дело внесли и представители подрастающего поколения. Строительство центра было областной молодежной стройкой. Сегодня нам, Белорусскому деспубликанскому союзу молодежи, очень радостно, потому что идея создания патриотического центра принадлежит именно нашей организации. И на конкурсе «100 идей для Беларуси» мы предложили этот проект. И вот через несколько лет этот проект реализован в жизнь. Молодежный патриотический центр готов принимать гостей белорусских и зарубежных. Места хватит всем. К слову, на этом работы по реконструкции не заканчиваются. В настоящее время проходит активное обсуждение вопроса восстановления зданий, которые находятся в непосредственной близости от центра. А значит, территория воспитания и памяти может быть расширена. В дальнейшем мы планируем продолжать это строительство, его расширять. Есть задумки о второй очереди. То есть, это будет такой хороший ценность, где можно будет приехать не на один день, а на неделю, две, а может и месяц. И здесь побыть и ощутить дух вот этого места. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.